19 часов и 3 минуты в российской столице. Вечер, добрые господа. У микрофона Юрий Пранько. Это ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время» на Финам.ФМ. Сегодня у нас важная, крайне принципиальная тема. Это здравоохранение по-московски, очередная реформа. Я все-таки слово «реформа» закавычил, потому как такие понятия, как реформа, модернизация, инновации, благодаря некоторым господам девальвированы до безобразия. И тем не менее, речь идет о нашем с вами здоровье, о той медицине, которая здесь, в российской столице. Но я так понимаю, что данные процессы коснутся не только Москвы, но и, а может быть, уже и затронули регионы и региональное здравоохранение. У нас сегодня все компетентные гости. С удовольствием их представляют. Юрий Кристинский, директор Института развития общественного здравоохранения. Юрий, вечер, добрый. Здравствуйте. Давид Милик-Гусинов, директор Некоммерческого партнерства Центра социальной экономики. Давид, рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. И Дмитрий Беляков, председатель независимого профсоюза, фельдшер.ру. Дмитрий, добрый вечер. А для звонков многоканальный телефон 6510996, код Москвы 495. Для писем портал финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Можете пользоваться моим личным аккаунтом в Твиттере, отправлять туда свои твиты с вопросами и комментариями. Вот у меня общий вопрос. Что это за зверушка, которая начала воплощаться в московской, по крайней мере, жизни точно? Я слышу реплики о том, что сливают детские больницы. Я слышу, что клиники объединяют. Я слышу от врачей, что творится какой-то невероятный беспредел. Их не спрашивает никто. А Департамент здравоохранения, что называется, насилием занимается. И, например, то же самое мне говорят про Департамент культуры объединения детских театров в единый холдинг. Это, конечно, потрясающая вещь. Я думаю, что рано или поздно господин Капков у нас обязательно побывает и расскажет, как это все будет происходить. Я знаю точно, происходит в системе образования процессы объединения детских садов со школами, спецшкол, с обычными средними школами. Но, одним словом, некая движуха происходит. Но, как мне представляется, общество, по крайней мере, московское, не знает, что происходит. Вот я предлагаю сегодня поговорить о медицине и здравоохранении. Юрий, вот на ваш взгляд, что происходит? На мой взгляд, в социальной сфере происходит то, что во всей стране происходило в начале 90-х годов. Если все отрасли экономики, все области деятельности подверглись приватизации, перестройке механизмов и правил, по которым они работают, то социальная сфера, а именно медицина, образование, культура продолжали существовать по тем правилам, которые были установлены еще в советские времена. И худо, бедно со своей задачей справлялись на первый взгляд, хотя на самом деле серьезно деградировали. Вот сейчас пришло время, когда объявлена реформа здравоохранения, реформа системы образования, реформа системы управления культурой. И, по сути, мы имеем дело с приватизацией, с новыми экономическими подходами, с перестройкой. Перестройка, наконец-то, спустя 25 лет пришла в социальную сферу. Здесь есть как много опасностей, так и, конечно же, огромное количество возможностей. Что будет реализовано в большей степени, опасности или возможности, конечно, покажет время. А нам, в зависимости от того, какой точки зрения мы придерживаемся, лишь делать собственные выводы о том, хорошо это или плохо. Давайте чуть позже мы более предметно разберем и те риски, которые могут возникнуть, да, и те новые возможности, которые открываются. Это Юрий Кристинский. Давид, ваш взгляд? Да, здесь можно согласиться, что мы переживаем то, что уже переживали в начале 90-х, такая бархатная приватизация, не та приватизация безумная. Русский дом селинга, хоперинвест, такого не будет, конечно, да. Но то, что сейчас происходит, это государство расписалось свое в беспомоществе, в организации, или, применю корпоративное слово, в менеджменте тех ресурсов, которые у нее есть. У государства социальных ресурсов и образования, и здравоохранения. Государство, как собственник, показывает себя крайне неэффективно. Ресурсы удваиваются, утраиваются, неэффективно используются, ну вот если мы будем говорить про больницы, коечный фонд, лекарства закупаются, соответственно, тоже не... Я постоянно слышу от Путина, от Голодеца, от нового министра здравоохранения, да и от предыдущего, да, госпожи Голиковой, сотни миллиардов. Мы каждый год, там какие-то суммы вообще уже невероятные становятся. Ну вообще, вообще речь идет о триллионах. Триллион! Триллион? Триллион, уже не миллиарды, уже на триллион. Надо понимать, да, что суммарные расходы на здравоохранение, включая инвестиционные, они уже там около двух миллиардов. И тем не менее, мы говорим о том, что государство расписалось... На самом деле, есть такая усредненная экспертная цифра, что 40% средств, закачиваемых в эту систему, они расходуются нерационально. Об этом можно говорить более подробно, даже, наверное, специальный эфир можно этому посвятить. Вот, но тем не менее, государство, как собственник, не рачительный собственник. Государство, как собственник, пропускает через себя вещи, которые можно было выполнять более оптимально. И понятно, что придя в эту систему частный капитал, частник, он будет более эффективен в распределении этих ресурсов. Но мы, на мой взгляд, можем вместе с водой выплеснуть ребенка. Так уже произошло в 90-е годы, когда была разрушена государственная аптечная сеть. Мы помним, в советское время у нас была фармация, которая обеспечивала необходимыми медикаментами ключевые категории населения. И так получилось, что сегодня аптеки, которые отпускают лекарства тяжело больным, наркотики и так далее, они остались только в некоторых субъектах федерации, государственными аптеками, а все остальное передали в частные руки. Получается, что социальная функция этих аптек сегодня под большим вопросом. То же самое, я боюсь, произойдет и с стационарами, и с амбулаториями. Когда придет частник, когда поймет, что эти отмодернизированные сегодня больницы, поликлиники, где стоят за государственный счет купленные томографы, другое оборудование. Золотые, да. Их можно сегодня взять и хорошо на этом, условно говоря, заработать. И разрушится вот этот социальный принцип, который сегодня заложен в системе здравоохранения. То есть это будет исключительно коммерческая деятельность. Переходим к рискам, я так чувствую. Давид, а вот я не боюсь, я опасаюсь, но я не боюсь. Потому что, ну как, европейская, американская системы, ну работают, работают, когда значительное число учреждений, будь то лечебно-профилактических или аптечных учреждений, работают, будучи частными. Юрий, а почему нельзя выстраивать эту систему параллельно, не разрушая существующую государственную систему? Кто мешает запускать процессы параллельно и выстраивать суперсовременные больницы? Вот это другой вопрос. Если мы говорим о формации, то да, было слишком все кардинально решено, и дров много наломали. Но если мы говорим о лечебно-профилактической сети учреждений, то тут вроде бы никто не собирается сразу все передавать в частные руки. Здесь речь идет о неком частичном вовлечении частного капитала, частных инвесторов, частных управляющих компаний в той области, где у государства просто нет сил или компетенций, или средств. Мы в кулуарах перед эфиром как раз-таки обсуждали эту тему. Вот с 1985 года, коллега говорил, да, построены хотя бы одна в Москве многопрофильная государственная больница. Давайте Митя Великова послушаем, пожалуйста. С 1985 года действительно практически ничего не было построено, при всем при том, что население Москвы увеличилось до, ну, скажем, в два раза-то точно увеличилось. Официально, плюс еще нелегалы, и все они пользуются услугами медицинскими. Абсолютно все, невзирая, вот, по крайней мере, по скорой помощи. Есть у тебя полис, нет у тебя полиса, тебя обслуживают. Вот. И больницы забиты. Причем забиты настолько, что идут уже приказы и уменьшить количество госпитализаций любыми способами. И это не возить, и то не возить. Начинаются всякие, значит, недомолвки, начинаются всякие проблемы. Начинаются проблемы, опять же, у рядовых сотрудников. Потому что основная часть всех вот этих модернизаций, она легла именно на плечи рядовых сотрудников. А вот можете представить, хорошо, вот сейчас забитая больница, лежат в коридорах, там, по порядку эти несчастные люди, больные, и придет частник в эту систему. Что сделает частник вот с этими забитыми коридорами? Он их разгрузит? Он сделает более эффективный процесс? У меня... Я думаю, что отдача медицинских всех услуг в частные руки приведет к тому, что мы видели на взорвавшийся ГЭС, помните? Что вы имеете в виду? Когда частник полностью отэксплуатирует все, что ему дали на халяву, потом это все рухнет, и он скажет государство, забери себе все обратно. Вот, это такой взгляд, он имеет право на существование. И, кстати, это в законе отображено. Имеет право на существование, но я уверен, что этого не произойдет. А самое противное, что медицина, это как раз та вещь, о которой говорят все. Потому что вот эти все модернизации, они все идут на фоне здоровья, то есть сохранения здоровья. Человек волнуется за свое здоровье. Дмитрий, на ваш взгляд, медицина это бизнес? Вы знаете, это очень хороший бизнес, это очень хороший бизнес, но он не должен принимать такие формы. А почему же в этот бизнес закачивает государство триллионы? А потому что это бизнес государства и частников. Это совместный бизнес. Ну, понимаете, я здесь с господином Кристианским соглашусь, потому что деградация страшная. Кто такое государство в данном случае? Бюрократия. Бюрократия, вот, бюрократия. Так вот, основная проблема функционирования системы здравоохранения как раз кроется в бюрократии. В ее интересах, когда интересы бюрократического аппарата превышают интересы общества, что мы имеем по факту. Но, здесь звучали такие фразы, что вот все больницы переполнены, лежат в коридорах. Почему лежат? Да потому что здравоохранение недофинансировано. Да что вы. Недофинансировано здравоохранение, потому что люди не получают необходимой помощи на амбулаторном уровне. И в итоге попадают с госпитализациями в больнице. Здесь можно согласиться, что у нас неукомплектованы первичные. Во многих и многих случаях попадают с госпитализацией. Потому что во многих случаях у нас госпитализация является некой формой социального вспомоществования. Когда в больницу ложатся на реабилитацию. Потому что пенсии маленькие. Это как санаторий. Мы сейчас идем на краткий выпуск новостей. Я вижу, по мнению других гостей, значит, кроме Юрия, они отличаются. 19 часов и 17 минут в российской столице. Это реальное время. Финам. Финам. Сегодня у нас очень важная тема, которая абсолютно всех касается. Это здравоохранение по-московски. Очередная реформа. Но, как выясняется, на самом деле, по словам экспертов, это касается абсолютно всей России. Пока мы с вами, точнее, многие из вас обсуждали, с кем летает господин президент, параллельно идут процессы очень серьезные. Это не стерхи и не гуси. Это то, что нас с вами касается. Здесь Юрий Кристинский, Давид Милегусинов и Дмитрий Беляков. Вы можете участвовать в разговоре. Звоните, либо пишите. Дмитрий, вот я увидел у вас реакцию, когда Юрий сказал, что недофинансирование медицины в России. Вы с этим не согласны? Вы знаете, сколько в медицину на сегодняшний день, не дай, их все равно будет мало. И все равно ничего толком сделано не будет. Почему? Растворяются. Ну, тут вопрос в том, что есть вопрос недофинансирования, что очевидно. Вы понимаете? А есть неэффективное расходование средств. Это разные проблемы. Давайте назовем это мягко неэффективным расходованием средств, чтобы не сказать более жестко. Давайте скажем разворовывание. Разворовывание. Разворовывание в том числе. Давайте так. Законодательство не позволяет человека оставить без медицинской помощи. Согласен? Согласна. Человек вызывает скорую шесть раз в день, при всем при том, что она ему особо не нужна. К нему шесть раз поедет скорая, и человек за это не будет нести никакой ответственности. Но пока туда ездят, другой человек, которому реально нужна помощь, он ее просто не дождется. Будут задержки вызов. Сейчас вот зима, сейчас придет январь, февраль, будут вызовы сыпаться горохом. Это уже вопрос культуры общества, да? А культура общества в том числе. Вы предлагаете фильтрацию ввести? Нет. Как отделить от тех, кому необходима эта помощь, а тех, кто хочет поговорить? От тех, кто хочет поговорить? Простите за такую ультрированность. Я понял. Я предлагаю следующие вызовы на этот адрес сделать немножко платными. А на самом деле в этом... А это можно обсудить. Скорая же приезжает, если отказать... Отставь СМС на короткий номер, и тогда мы к ее приедем, да? И скорая приедет, да, быстрее. Но опять же, по законодательству, по существующему, мы не можем человека оставить без помощи. А вдруг, как у нас начальство говорит, а вдруг с ним вот сейчас на пятый раз что-то случится? Подождите, а вот это интересный момент, Дмитрий. А вообще вот ваше начальство, оно что вообще говорит-то про эту реформу? Оно как-то объясняет персоналу вообще, что происходит-то? По большому счету, у меня создается впечатление, что они сами не знают, что получится. Это очень хороший момент. То есть идем туда, куда не знаем, да? Я только знаю, что вот на будущий год нам обещали, что наши зарплаты не уменьшатся. Это вот то, что нам пообещали. Уже радует, да? Юрий, куда мы идем? Надеемся. Вы понимаете, страна-то большая, 83 субъекта, и движение оно в разных направлениях осуществляется. Если говорить о Москве, как все-таки о регионе, о городе, который обеспечен лучше всех в стране, ну, может быть, еще Хантамансиск там имеет сопоставимые показатели по финансированию, то, на мой взгляд, в общем и целом делаются правильные движения в правильном направлении. Есть много проблем, конечно, но надо понимать, почему закрываются некоторые больницы. Ведь существуют некие структурные диспропорции. С одной стороны, есть районы в Москве, где действительно дефицит лечебно-профилактических учреждений. С другой стороны, здесь есть медицинские учреждения федерального подчинения, ведомственные. Очень много учреждений передано на баланс от Минобороны, МВД, ну, и так далее, и так далее. На баланс кому передано? В Москве, на баланс города. И этот процесс продолжается. Плюс, конечно же, доля обеспеченного населения в Москве выше, чем во всей стране в целом. И поэтому значительная часть населения пользуется платной медицинской помощью. Я вас умоляю. Либо добровольным медицинским страхованием. Значительная часть в отношении, если сравнивать со всей страной, порядка 15% это люди, которые вообще никогда не обращаются за помощью в государственные учреждения. Это большой процент. Это большой процент. И если мы говорим сейчас о реструктуризации управления столичным здравоохранением, на мой взгляд, шаги делаются грамотные и правильные. Что будет в сухом остатке? Вот что мы должны получить в итоге? Те, кто им может платить, будут платить. В сухом остатке мы должны получить прозрачность управленческую, прозрачность финансовую, четкие критерии эффективности работы системы. Можно я скажу, что будет в сухом остатке? Конкретный кейс приведу. Да. Разберем. Человек приходит в эту многопрофильную, привозит его в многопрофильную больницу. Реформированную. Реформированную. Где есть частник, и частник руководит всеми процессами, так называемый бизнес выстраивает. Тарит, какая разница, частник это или не частник. Частник я расскажу, и мы попытаемся обсудить. Привозят его в эту больницу, и ему по показаниям нужно, срочно провести УЗИ. Но так вот случается, что таких срочных показаний у многих, уже ранее привезенных в эту больницу, ему говорят в регистратуре, или там кто распределяет эти услуги, что ты получишь здесь и сейчас УЗИ, ну за деньги. А по своему бесплатному полюсу ОМС ты получишь эту услугу через день, через два, может быть через неделю, когда дойдет до тебя эта очередь. Я не говорю про скоропомощные всевозможные диагностические вещи. Ну то же самое и в поликлиниках сейчас. И понятно, что придя частник в эту систему, вложив в нее энную копейку, даже не копейку, а миллиарды рублей, потому что сюда зайдет человек с капиталом. Я считал вчера, что миллиард нужен для вхождения на конституционное соглашение. Вложив сегодня этот миллиард, любой инвестор захочет этот миллиард как можно быстрее вернуть. За счет чего? За счет частных услуг, за счет коммерческих услуг. И вот здесь очень тонкая грань, чтобы мы ее не перешли. Чтобы в рамках обслуживания мы не вытаскивали из пациента дополнительные деньги за те услуги, которые сегодня и так бесплатно ему положены. Еще важный момент. Тот же самый аппарат УЗИ, который стоит в этой больнице, мы его уже с вами все оплатили из собственных налогов. Вы и я, наши радиослушатели. И почему я, если мне нужно срочно пройти эту процедуру, должен этот аппарат УЗИ еще раз заплатить, этому доктору еще раз заплатить, как коммерческую услугу. Вот к чему мы приходим сегодня. Либо скажут, остановитесь в очереди. Совершенно верно. Такой риск, безусловно, есть. Но то, о чем говорит Давид, это частный случай. Потому что частно-государственное партнерство и вхождение негосударственного капитала в формирование, опять-таки, инфраструктуры здравоохранения может быть разным. То, о чем вы сказали, это когда частнику передается больница, он сам ее ремонтирует и дальше эксплуатирует. Не просто передается миллиард, надо вложить в конституционное соглашение. Причем это очень серьезный, очень серьезный, очень серьезный порог входа. Но существуют другие формы. Есть другая форма концессии. Когда негосударственная компания получает здание, реконструирует его и отдает государству. И там работает такая же государственная клиника. Просто здание концессионное. И его реконструкция и техническое перевооружение оплачивается в рассрочку, согласно концессионному плану. При этом сами услуги медицинские оказываются на базе той же городской больницы. Такое тоже возможно. Форм концессии, мы видим разные схемы. Мы видим схемы, когда мы вложили деньги в рамках программ модернизации в эти ЛПУ, закупили за государственные средства, томографы, дорогостоящие оборудования, сделали ремонты. И именно эти больницы сегодня рассматриваются в качестве приоритета для того, чтобы передать их под оговору концессии в частные руки. В Москве, в первую очередь, рассматриваются больницы, которые находятся в упадочном состоянии, где требуется капитальный ремонт, требуется техническое перевооружение, где у города просто при всем обилии городского бюджета просто физически не хватает средств на приведение этого порядка. А куда же они деваются? Давайте вот начнем с этого. Слушайте, если говорить о колоссальной той цифре, которую мы говорим, направленной на модернизацию здравоохранения, более 600 миллиардов рублей за два года, то надо все-таки понимать, что из этих денег часть уходит на выравнивание тарифа, заработные платы. Часть на откаты. Подождите. Это основная часть. И лишь какая-то часть уходит на ремонты, строительство и техническое перевооружение. Это будет немногим более половины. Так вот, если оставшиеся 300 миллиардов разложить на число лечебно-профилактических учреждений по стране, цифра получится очень и очень небольшая. Такая, где только стены покрасить можно. Я вам скажу. Подождите в расчете на всю страну. Да, можно кому-то не дать ничего и где-то построить новую больницу. Но еще раз, форм концессии, партнерства может быть много. Можно вообще не говорить о концессии. Сегодня частник имеет право просто прийти в ОМС и работать в системе обязанностей. Он же не идет. Вот как Давид сказал, почему не запараллелить эти процессы? Потому что это только самое начало пути. Еще раз, мы все это проходили во всех отраслях экономики в начале 90-х. Просто медицина с опозданием сюда пришла. И, к сожалению, спустя такое время нам сейчас придется набивать те же самые шишки, которые были набиты в других отраслях 20 лет назад. Увы, обидно, но это так. А мне кажется, что все-таки передадут самые вкусные активы. Не случайно государство год назад освободило частную медицину от налога на прибыль. Не случайно идут другие послабления. В частности, 83-й федеральный закон, который был принят... Не частную, а вообще медицину. Вообще медицину, да. Конечно. Потому что она нуждается в капитальных вложениях, где их брать. Конечно, должны быть инвестиции. Должен быть некто, кто вложится туда. Инвестиции – это неблаготворительность. Деньги бизнес должен вернуть и заработать. Тогда зачем люди платят налоги? А 83-й федеральный закон, который был... Хороший вопрос. 5,1% от фонда заработной платы. Знаете, а вот раньше при советской власти, я уж извините, скажу, почему-то хватало... Дмитрий Беляков, я буду просто пояснять иногда, кто говорит там. Почему-то хватало денег-то. Ну, хватало на что? На какой уровень услуг? На уровень услуг? Вы знаете, что советская медицина была достаточно... Давайте так правду говорить. Нет. Первичное звено. Да, действительно, оно работало. Работало. Была система диспансеризации населения. Были скрининги различные. Была. Сейчас это есть? Сейчас этого нет. При Иване Грозном тоже хватало, но только на тот уровень медицины, который существовал во времена Ивана Грозного. Знаете, если бы развивалась медицина по тому сценарию, который был, допустим, вот, скажем, вот, как Испания переняла метод Советского Союза в 72-м, систему здравоохранения 72-го года. Потом отказалась, правда. Нет. Вы знаете, скорая так работает по этой системе. Они как-то нашли способы и финансирования, нашли способы и фильтровки там тех же вызовов, и диспансеризации вечерних есть. Ну, мы же с вами, взрослые люди, понимаем, возврата нет. Возврата нет. Все, надо идти дальше. И, соответственно, надо им меняться. Либо здравоохранение окончательно деградирует. Оно уже деградирует в искусственных условиях, которые не соответствуют реальному времени. Системы здравоохранения уже нет. Есть три варианта. Ну, подождите, ну как нет? Ну, что-то же есть. Куда триллионы-то идут? То, что есть, это не система. Это каждый работает в своем узком кругу приказов, распоряжений и каких-то законов. Системы, как таковой, нету. Нам нужно признаться, сказать правду. И если у нас это все перейдет в частные руки, то каждый частник будет работать по своим правилам, как ему нравится. Не дай бог, чтобы переходило все в частные руки, но частный капитал нужно пускать. И государство уже не будет контролировать. А с другой стороны, ну какая разница? Ну, слушайте, я частник. Я частное лицо, вы частное лицо. Все мы частники. Ну, поймите, что все мы акционеры корпорации России. Сейчас, сейчас, по закону. Да, но только, по-моему, мы даже не миноритарные акционеры, а просто наблюдатели со сторонки. Сможет ли государство гарантировать то право на охрану здоровья, которое сейчас есть в Конституции, если все раздастся в частные руки? Не сможет. Вчера мы обсуждали Конституцию, вы услышали, какая здесь ругань стояла. Нас власть придержащая, представитель Совета Федерации, да, член, убеждал, что у нас независимый суд, что власть отчетная и подотчетная народу, сменяемая. А вдруг он в это верит? А чиновники это слуги народа. Да. Это еще один миф, который существует в России. Привемся на новости и после вернемся. 19 часов 31 минута, реальное время Финам. ФМ, здравоохранение сегодня в центре нашего обсуждения. Юрий Крестинский, Давид Мелик-Гусейнов и Дмитрий Беляков у нас здесь в гостях. Пишите на финам.фм, там идет и прямая веб-трансляция. Можете звонить на 65 10 99 6, код Москвы 495. Как только я слышу от наших экспертов, частный бизнес будет входить в здравоохранение, я вижу по индикаторам, значит, на канале телефона сразу все линии занимаются. И я примерно даже знаю, что вы хотите сказать. Мы, наверное, думаем, что это инвесторы звонят. Может быть. Но подождите. Юрий, давайте я к вам вернусь. Вы говорили о рисках, да, и возможностях. Лаконично можете обозначить то и другое? И мы от этого толкнемся и пойдем дальше. Конечно же. Если мы говорим о возможностях, то надо говорить о том, что если приходят частные инвесторы, то, разумеется, они хотят получать прибыль на вложенные инвестиции. Порог вхождения большой, что гарантирует нас от вхождения неквалифицированных инвесторов, что называется, инвесторов с улицы. Ну, примерно миллиард рублей. У каждого есть миллиард? Я думаю, что если есть миллиард, то уже квалификация не будет играть никакой роли. Так вот, и это инвесторы, которые уже дорожат собственной репутацией и не будут поддаваться каким-то просто авантюрам и идти куда ни по пути и заниматься. А там же плюс еще в реконструкцию надо, да? Конечно. Конечно, затраты гораздо больше. Дальше, когда идет речь об инвестициях такого уровня, как правило, люди задумываются о капитализации, о стоимости своего бизнеса. Для того, чтобы в последующем у этого бизнеса была стоимость и у инвестора был способ выйти из бизнеса, речь идет о прозрачных механизмах контроля, о прозрачных механизмах управления. В том числе механизмах, которые позволяют этой капитализации добиваться. Это соответствие стандартам определенным, правилам и процедурам. Это возможности. Так же, как возможности консолидировать на основе капитализации инвестиционные средства для того, чтобы поток инвестиций, а мы очень сильно инвестиционно недофинансируем, наконец пришел в здравоохранение. Для того, чтобы не разово государственными деньгами латались дырки, а системно происходила модернизация здравоохранения через постройку новых больниц, поликлиник, закупку оборудования, системную модернизацию медицинского образования и так далее, и так далее, и так далее. Многогранник. Конечно, это многогранник. Если мы говорим об опасностях, то, конечно же, вот те самые наши российские беды. Дороги и дураки, это один классик говорил, другой говорил, воруют. Вот все эти три проблемы, они в том или ином приложении актуальны для России. Потому что воруют, так и в государственной системе воруют, причем воруют гораздо больше. И, как говорил Давид, государство плохой собственник, плохой управленец. Так может быть приватизировать, вообще отказаться от этой цели? Вот то, о чем я и говорю сейчас, можно для два слова сказать? Ну, вот так радикально поступить, а государство будет нести ответственность только за малоимущих, за тех инвалидов. Ну, мы понимаем, какие категории. Вопрос не в приватизации. Мы же что говорим? Если мы открываем вход для инвесторов, для частных учреждений, для частных управляющих компаний, возможно, разные форматы. Сегодня ты можешь открыть частную клинику, и завтра эта клиника войдет в систему ОМС и будет также обслуживать прикрепленных пациентов. Но для этого нужно платить по полному тарифу, а не государству платить по полному тарифу, а не отдельно оплачивать смету, а отдельно на четверть оплачивать тариф. Это занимает все время. Для этого здравоохранение должно быть на нормальном уровне профинансировано, а у нас оно недофинансировано по всем показателям, как в абсолютных, так и относительных показателях. Но Дмитрий говорит, сколько им финансируют, как в проживом. А это проблема воровства. А это проблема воровства и непрофессионализма. В Америке тоже не хватает бюджета на американском... В Америке перефинансирование, на самом деле. Пожалуйста, Давид Миле Гусейнов. Вот надо подняться, мне кажется, над этой проблемой чуть выше. И посмотреть, какие сегодня системы здравоохранения есть в мире. Их всего три. Три способа финансирования. Первое, это рыночно ориентированное, когда пациент сам платит за медицинские услуги. И вот по такой модели живет, допустим, сегодня американская система, где 60% населения ежегодно оплачивают себе страховку и лечатся в рамках той суммы оплаты в суперсовременных, либо в обыкновенных больницах, поликлиниках и так далее. Ну, я не соглашусь с Давидом. 60% — это частная страховка. Частная страховка. Но оплачивают ее работодатели чаще всего. Совершенно верно. Но, тем не менее, это платеж. Это не согласие, это уточнение. Да, уточнение. Есть программы типа Medicaid, Medicaid, которые обеспечивают декретированные категории граждан и так далее. Есть вторая модель. Государственная доминанта. Это модель Великобритании, это модель Дании, Ирландии, Греции, Испании. Которые полностью открыли свои двери для частных инвестиций. Потому что больницы сегодня им строят частники, оборудуют частники и передают через инструменты концессий в государство, в аренду. То есть частник строит больницу, а государство выкупает в рассрочку. Тем не менее, 90% средств, которые в этой системе обращаются в этих странах, это деньги государства. Это деньги налогоплательщиков. Есть смешанная модель. Кстати, ко второй модели и российская система сегодня относится. Есть смешанная модель частно-государственная, к которой мы сегодня галлопирующими темпами идем. И государство призналось, в том числе и российское государство, такая модель реализуется, допустим, в Германии, во Франции, в Японии, что мы гарантируем тебе, уважаемый пациент, минимальный уровень услуг, самые дешевые, допустим, лекарства, самые дешевые в обслуживании койки и так далее, стандарты. Вот мы тебе гарантируем минимальный уровень, а всю оставшуюся, так называемую, сверхуслугу оплачивай из собственного кошелька. Вот когда мы перейдем к этой системе, неважно будет, это будет частная больница, государственная больница. Ты можешь действительно, что в частной, что в государственной, получить минимальный уровень услуги бесплатно и все остальное доплачивать. Мы говорим о социальной модели, мы говорим о социальной модели, смотрите, все же очень просто, либо ты платишь большие налоги и получаешь бесплатно и качественное здравоохранение, либо ты платишь маленькие налоги и получаешь лишь необходимый минимум, а все остальное за свой счет. В России будет и то и другое, и будут высокие налоги и платная медицина. А потом также по системе обманутых дольщиков, мы платили, платили, а нам ничего не дали. Вот смотрите, я в свое время, когда общался с Владимиром Владимировичем Познером, не тем Владимиром Владимировичем, а с другим, он мне искренне говорил, Юр, в США лучшая медицина. Вот реально это так? Вы даже интонацию скопировали. То есть я, нет, я вот сейчас хочу просто понять. Да нет, я с вами не соглашусь с точки зрения удовлетворенности. Нет, вы не согласитесь со мной, а с Познером, да? Я не соглашусь с Познером с точки зрения удовлетворенности потребителей. Так вот в Америке большинство недовольны тем, как там все работает. Так и в России большинство недовольны. Я смотрю Fox News, и консерваторы говорят, вот этот левый либерал, да, который сейчас президент США, он вообще развалит наше здравоохранение со своими этими коммунистическими идеями. При том, что все недовольны, и действительно очень много проблем, там очень высокие заработки. Но качественная медицина? В целом, да. Для масс-маркета? В целом, да. Для масс-маркета она обеспечивает необходимый минимум. Она достигалась за счет чего? И помимо необходимого минимума, она позволяет реализовываться инновационные модели развития медицины. За счет чего вот это левый либерал? За счет финансирования. За счет финансирования. 14% от американского ВВП. От 14 до 16. Они тратят на здравоохранение. У нас сегодня 3,8%. Это 14% из каких статей складывается? У них бюджет здравоохранения в разы превышает наш ВВП. Госбюджет. Госбюджет здравоохранения. Наш ВВП в целом. Да, нет, я понимаю. А у нас из тех 3% до дела доходит очень мало. Поэтому, когда говорят, что недофинансирование, да, недофинансирование, но еще и воровство в этом недофинансировании. Посмотрите, я не хочу социализма, да? Финансирование с лабораторией. Но я не хочу и вот дикости, в которую мы можем точно свалиться. Вот, Юрий, я больше чем убежден. У нас будут высокие налоги. Сейчас, подождите, процесс начался, да? Слава Богу, пока господин президент держит плоскую шкалу на подоходник, да, пока ему ума хватает. Но уже ума не хватает на налог на роскошь. Да, вот этот дикий популизм ему впарили. И он вчера это высказал, да, в своем послании. Да и что и дальше это будет развиваться, там, в зависимости от экономической и финансовой ситуации. А с другой стороны, будет вот эта реформа платности. И люди тогда вообще запутаются, скажут, ё-моё, мы где? Подождите, сегодня речь не идет о реформе платности. Если мы говорим о постановлении, вышедшем по платным медицинским услугам, там платность вводится за так называемую сверхуслугу. Где грань? Где грань этой сверхуслугу? А грань, сейчас, подождите, а кто-то один должен говорить. Ну, слушай, ну, все очень просто. Сейчас, Дмитрий. За что вводится платность? Платность вводится за одноместную палату, за сестру-сиделку индивидуальную, за то, что ты хочешь лечиться не дженериками, а дорогими лекарствами. А почему я не имею права лечиться дорогими лекарствами? Потому что на это нет бюджета. Очень просто. На это нет бюджета. Это на него нет бюджета, а на кого-то есть. А вот, слушай, избирательность — это второй вопрос. Ну, нет, в суммаре... Избирательность и коррупция — это скоррелированные понятия с этим вопросом. Да, в среднем по стране на это нет бюджета. Вот о какой платности мы говорим. Если ты хочешь ежемесячно сдавать анализы по полному профилю, ходить в лабораторию... Сейчас укрупняют поликлиники. Если тебе это не показано, ну, пожалуйста, заплати. Будет базовая поликлиника, будут второстепенные поликлиники. Так. Значит, все походы... Вот как сейчас просто... Я не знаю, насколько это правда, но очень кажется, что это правда. Значит, все походы к врачу будут начинаться для человека с посещения участкового врача, который будет, в зависимости от того, значит, что он там измыслил, направлять человека уже к узкому специалисту. Измыслил или продиагностировал? Это, наверное, лучше, чем пациент сам измыслил к какому специалисту. Это правда. Давайте дослушаем. Будет направлять к тому или иному специалисту. Если ты идешь по направлению участкового врача, то ты получаешь эту услугу бесплатно. Если ты идешь сам, ты за это платишь. Начинается первый вопрос. Сколько ждать бесплатного приема у невролога по направлению участкового врача? В Англии 6 недель, в Америке 4 недели. Я знаю, в Португалии можно вообще не дождаться. Давайте брать эти примеры. Давайте говорить, а у них еще хуже. Слушайте, ну мы говорим... Я не хочу. Мне вообще они неинтересно, что у них там, да. Вот. И получится что? Значит, бабушка, получив направление к неврологу, будет 6 недель, как в Англии. Бабушка, прикиньте, англичанка. Будет 6 недель ждать. Ведь все по показаниям. Если по экстренным случаям... Простите, вы сейчас видели, чтобы вам, допустим, поликлиника послала на УЗИ по показаниям. И его в этот же день резко сделали. Если есть связи, то можно сделать. Дай бог, если сделают кардиограмму. Потому что сегодня работает кабинет. Если речь идет об экстренных показаниях, вопрос не в поликлинике, а в госпитализации. И там сделают сразу. Так. Давайте все-таки различать. Амбулаторно-поликлиническую помощь от стационарной. Там сделают сразу. Если человек... Мы сейчас про поликлинику говорим. ...на что-то жалуется, то тогда, ну, конечно... Его надо... Он жалуется. Вот я хочу каждую неделю ходить к кардиологу. Ну, нравится мне. Ну, с другой стороны, да? Или вы хотите ходить к кардиологу каждую неделю. Не хочу. Или хотите сдавать анализы каждый месяц. Вот вам кажется, что вы заболели. А я налогоплательщик. Я плачу налоги. Вот я должен за ваши еженедельные анализы или за ежемесячные исследования... Стравливое замечание. Вы же сейчас платите, допустим, за тот же самый выезд скорой помощи по 6 раз на один раз. Надо все это дело упорядочить. Господа, сегодня в некоторых субъектах федерации, а их ровно 19 регионов, пилотируется новая система оплаты за лечение пациента. В чем суть? Когда деньги идут за пациентом, так называемые фонды удержания, когда основной объем денежных средств аккумулируется на первичном звене, на поликлинике. Если поликлиника, условно говоря, упускает пациента, пациент по скорой залетает в стационар с каким-то осложнением хронического заболевания, то частично за лечение этого пациента в стационаре, оплачивает бюджет поликлиники. В этой модели очень много плюсов. Он не оплачивал, перераспределяется. Перераспределяется. В этой модели много плюсов и минусов, но тем не менее мы сегодня видим, как в государстве... Здесь взаимосвязь хоть прослеживается. Конечно. Мы видим определенный акцент на первичном звене, что сегодня в России являются колоссальной проблемой на самом деле, потому что первичный врач сегодня практически не врач, а человек, который сидит за компьютером, в лучшем случае, а в худшем просто с ручкой, выписывает талончики, рецепты и так далее. И вот тут мы подходим к главной проблеме нашего здравоохранения. Квалификация специалистов. Ой, это страшная тема. Образование — это отдельная тема, да. А это корень. Квалификация специалистов, тех, кто действительно живет и работает в Москве, не те, кто приезжает откуда-то, они разные приезжают, но квалификация врачей достаточно высокая. И не надо говорить, что врачи... Слушайте, нет, а вот подождите, мне вот израильские, израильско-российские врачи, которые и там, и там, значит, рассказывали, что здесь правда по учебникам 60-х, 70-х годов преподают. Слушайте, ну, недавно ради эксперимента в рамках международного сотрудничества пригласили ведущих... ...на базовые знания для Европы. Два человека из 40. Вот эта цифра. Два человека из 40. Это допуск. Это некий порог допуска специалистов к работе. Ну, вы видели, вы видели эти... Краткий выпуск новостей, с тем продолжим. 19.48 — это реальное время. Финам.ФМ. Тема нашего сегодняшнего обсуждения — очередная реформа. Нет, на самом деле, первая реформа — здравоохранение. Вы все думали, что она прошла в 90-е годы? Или там в области образования? Или культуры? Ничего подобного. Все, что они делали в бюрократии, я имею в виду, все эти годы, это была то ли имитация, то ли нечто другое. А вот сейчас мы, по-видимому, действительно подходим к очень серьезному этапу, когда многое что изменится. Здесь Юрий Кристинский, Дмитрий Гусейнов и Дмитрий Беляков. Вообще эту часть, господа, я провожу в интерактивном режиме, да, с нашими слушателями. Поэтому 651099,6, код Москвы 495, финам.фм. Это, соответственно, наш портал в интернете для ваших писем. Не можете дозвониться, тогда пишите. Там же идет и прямая веб-трансляция. Галина пишет, инвестиции придут те, которые украдены из того же бюджета. То есть, понимаете, вот народ как воспринимает? Люди. И, кстати, это тоже имеет право на существование, такое мнение, да? Человек человеку врагу. Перетоки, да, где обыватель никто, а вот эти слуги народа, так называемые, все. У нас есть пример оборонсервиса, пожалуйста. Славянка, военторг и так далее, да, это можно продолжать. Вот здесь, понимаете, Юрий, ведь можем столкнуться и с этой же проблемой. Или столкнулись уже с этой проблемой. Конечно, конечно, столкнулись. Ну, это, еще раз, но это вопрос не касательно здравоохранения. Это вопрос касается нашей культуры. А почему именно 63-я больница в Москве передается по концессии частные руки? Почему именно 63-я больница? Ну, проводился анализ с точки зрения территориальной доступности. И в данном случае 63-я была сочтена как в неком образом избыточной на текущий момент времени. Излишек. Ее мощности могут быть компенсированы мощностями других лечебно-профилактических учреждений. Но в интернете объясняет другую причину. Я не буду ее сейчас в эфире озвучивать. Плюс, конечно же, она требует серьезных инвестиций. Плюс, опять-таки, есть конкретный готовый инвестор. Кто? Готовый вложиться в эту больницу и готовый ее перестроить. Готовый ее соответствующим образом оборудовать. И этот сегмент поднять на некий другой уровень. Если посмотреть с другой стороны... И не только 63-й. Речь же не только. Сейчас готовится там... Если посмотреть со стороны медиков, как вы говорите, нагрузка ляжет на другие больницы. Нагрузка ляжет на персонал других больниц, который будет работать больше. Ну, дай бог, если за ту же самую зарплату. С этим соглашусь. Да, но с другой стороны, надо понимать, что у нас... Что у нас врачей много еще народится. Коечный фонд в некотором смысле является избыточным в Москве. Есть места, где он крайне избыточен, а есть и дефицитные места. У нас приписанный коечный фонд. Он приписной, да, потому что искусственный вот этот тариф, он занижен. Поэтому часто фиктивно записываются койко-дни. Либо держат на так называемом социале пациентов, когда по минимуму питание и по минимуму лекарства. Натрия, хлорид, зеленка. Вот смотрите, с одной стороны, все понимают, что здравоохранение деградировало. Очень близка точка невозврата. С другой стороны, то есть не делать, не проводить изменения, это опасно. Это уже становится просто опасно. С другой стороны, вот те риски, о которых выше было... Ну и проводить те изменения и таким способом... Ну а какие, ну, Дмитрий, ну давайте подождем, чтобы все развалилось в конце концов. Окончательно. Подождите, давайте возьмем, не надо никуда возвращаться, но ведь есть что-то хорошее, что можно взять у той же Америки. Диспансеризацию. Когда вы последний раз проходили? Не помню. Ну вот, кстати, вот с 13-го года вводится, возобновляется программа диспансеризации. Вот диспансеризация. Прошел диспансеризацию, получаешь, что называется, бесплатную помощь. Ты честный налогоплательщик, ты прошел диспансеризацию. Стимулирование здорового образования. Если ты не прошел, потом обращаешься за помощью, извини. Да. Но ты не прошел. Ты сам к своему здоровью так относишься. Почему общество за тебя должно платить? Но я боюсь, что этого не будет. Да, завтра пойду диспансеризацию. Сегодня у нас люди пропивают здоровье, пропивают печень, они идут в больницу, они получают инвалидность и уже пьют дальше на пенсионной своей деятельности. Так, диспансеризация еще. Диспансеризация. Стандарты оказания медицинской помощи, как бы мы к ним ни относились, ну, даже не стандарты, наверное, больше, а порядки. Вы видели стандартных одинаковых людей? Они должны быть в обязательном порядке, но у нас есть стандарт лечения, и это основная проблема. У нас есть стандарт лечения болезни, а необходим стандарт лечения больного, потому что очень часто у больных бывают сочетанные патологии. И вот когда сегодня мы сталкиваемся с тем, что больной поступает по одному нозологическому профилю, ему применяют для лечения один конкретный стандарт, а все остальное больница не может этому больному обеспечить, потому что работает в рамках всего лишь одного стандарта. И получается, что в рамках будущей схемы финансирования за все остальное дополнительное лечение больной вынужден будет заплатить. Это надо говорить честно. Да. Вот честность в данном случае — это порядочность. То есть диспансеризация — это хорошо все-таки, все согласились, да? Конечно. Ну, все согласились, я так понимаю, на федеральном уровне уже принято решение. Часто путают с осмотрами, это другой вопрос. Когда на полную диспансеризацию просто нет денег, и диспансеризация проходит формально для галочки. Вот загоняют, там сейчас была программа диспансеризации госслужащих, по 50 человек каждого за 30 секунд, за минуту быстренько оформили. Здорово. Якобы для галочки диспансеризация прошла. Как признанная комиссия. Это не диспансеризация, конечно же. Давайте послушаем мнение радиослушателей. Вы в эфире. Как вас зовут? Вечер добрый. Алло, здравствуйте. Выключайте приемник, пожалуйста. Да, да. Да, спасибо. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я считаю, что реформа медицины, да, она, конечно, нужна. Потому что, ну, вот я сам лично, как частный случай, да, взять, я очень редко и прохожу специализацию, и стараюсь не обращаться к врачам по причине, мне кажется, именно, которая кроется в корне. А корень причины – это недофинансирование. Финансирование, мне кажется, в нашей стране можно найти и средства, можно найти там те деньги, которые уходят на Кавказ, их можно, в принципе, было бы вложить, например, в те же самые там оборудования и так далее. Дело в людях. Люди и квалификация врачей на сегодняшний день, к сожалению, оставляет желать лучшего. Да, Максим, спасибо. Проблема серьезная, и, конечно же, реформировать инфраструктуру здравоохранения нельзя в отрыве от реформирования системы медицинского образования. Здесь нужна колоссальная работа и колоссальные усилия. Это тоже находится в зоне внимания сегодня правительства. Я надеюсь, что первые шаги будут заметны уже в ближайшее время. В 2014 году должны быть новые. Но то, в каком состоянии находится сегодня сеть медицинских вузов, это просто что-то неописуемое. Это ужасно, да? Ну, начнем с того, что, как я уже сказал тут в перерыве, сегодня современный врач не может поддерживать свою квалификацию, не владея английским языком. Вот как ты ни крути, если ты не владеешь английским, то твои знания отстают как минимум на 7 лет. Как минимум на 7. И они фрагментарны. Сегодня медицинская наука, медицинская информация распространяется с очень быстрой скоростью. Но китайцы другого мнения, например. И распространяется на английском языке. Китайцы другого мнения, но у них восточная медицина, это вообще другая философия. Но тем не менее... И то они сегодня создают сеть международных медицинских университетов, приглашая международных специалистов для преподавания, для повышения квалификации, переводя все на китайский язык. Но там просто языковой порог намного больше и глубже. Я всегда знал, что под чутким руководством ЦК КПК Китай строит либеральную рыночную экономику. Хотя, в принципе, вопрос проникновения европейской медицины, той, которую мы привыкли считать свою, в Китае он пока слишком мал. Все-таки большинство китайцев сегодня живут под традиционной китайской медициной. Конечно, и в России очень много мифов вокруг китайской экономики. Жизни на 10 лет больше, чем в России. Давайте еще звонки послушаем. Вечер добрый. Как вас зовут? Алло, добрый день. Михаил зовут. Добрый вечер. Знаете, я сам к врачу, наверное, лет 7 или 8 последний раз обращался. У меня сейчас ребенок родился, и с ней, конечно, приходится диспансеризация, приходится и так далее. Вот в обычной районной поликлинике мы поменяли уже 4 терапевтов, 5 лет. К счастью, у нас там один молодой есть. Более-менее адекватно хотя бы нам информацию давал, потому что до этого... Любая болезнь ребенка относилась на колики и так далее. Или ОРЗ. Ну, нет, слава богу, это пока нас миновало. И, в принципе, что касается медицины, я считаю, что у нас уже давно смешано, потому что нам даже в поликлинике говорят, если вы хотите хотя бы нормальный анализ получить или нормальную консультацию, пожалуйста, идите в институт и платите деньги. То есть мы все анализы сдавали либо в Габричевске, либо в Ираке и так далее. В профильных институтах в среднем где-то 1,5-2 тысячи за анализ, 3-4 тысячи за консультацию врача. И хоть более-менее можно понять, что происходит с ребенком. Не знаю, может быть, мы такие имители, но вот, в принципе, многие у меня знакомые только так и поступают. Вот, собственно, тот порог финансовой нагрузки, за которым можно требовать от врача уже квалификации необходимой. Также мой знакомый очень долго обращался к платному врачу. После того, как закончились деньги, платный врач вызвал ему бесплатную скорую помощь. Нет, ну вот платная и бесплатная медицина — это сестры-близнецы. Да, при этом гарантии, при этом гарантии, что за деньги. И та же самая ответственность, вернее, безответственность, что там, что там существует. Это сестры-близнецы. Бесплатной медицины нет. Эти услуги кто-то оплачивает. Государство либо сам пациент. А государство — это мы, налогоплательщики. Конечно. Вот то, о чем говорил Давид, да? Мы за этот томограф уже заплатили. Заплатили один раз, конечно. Но недорого за него заплатили, надо сказать. Не доплатили. Но купили-то мы его потом дороже уже. Да, добрый вечер, как вас зовут? Еще один звонок. Алло. Здравствуйте, меня зовут Александр. Если можно, лаконично, Александр. Спасибо. Да, у меня следующий вопрос. Вот, у меня ребенок один грудной, одному три года. Вот, как положено, после рождения к ребенку ни разу не приходил врач и медсестра. Как это понимать? Напишите, напишите обязательно жалобу. Обязательно жалобу напишите в контролирующую инстанцию Росздравнадзор, чтобы в эту поликлинику пришли с проверкой. Как это так? На сайте департамента можно... Департамент здравоохранения Москвы. Сегодня в Москве вы можете это сделать даже через интернет. В обязательном порядке напишите. Это нарушение, грубое нарушение практики. Обязательно. То есть в такие случаи можно разрешить? Господа, спасибо вам огромное. Я все-таки главный тезис хочу сказать. Дальше так жить нельзя. То есть это все должны понимать. К советской власти мы не вернемся. Собеса советского больше не будет. Нравится это кому-то или не нравится. Другое дело, что те риски, которые, в общем-то, специалисты сегодня обозначили, они должны быть учтены теми бюрократами, которые эти реформы проводят. Я надеюсь, что они это услышат. Я надеюсь, что им это надо. Если им не надо, то зачем нам нужно такое государство, которое занимается чем-то другим, а не собственными гражданами. Спасибо всем. Юрий Кристинский, Давид Амелик Гусейнов, Дмитрий Беляков были сегодня у нас в реальном времени на Финам-ФМ. Сразу после краткого выпуска новостей продолжим наш эфир в итогах дня.